МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Партнеры проекта", студия семейного кино Перфекто и творческое пространство Птиц. Вроде здесь были. Смотри-ка, ты чего делаешь? Это же наш подарок, который мы сегодня будем разыгрывать. Сегодня в конкурсе, в прямом эфире. Саша, ты как вообще посмел руки поднять? Всем привет! Это программа Отдыхай! И мы ее ведущие Саша Васильев. И Ксюша Серова. Всем приветики. Саша, нас смотрят на национальном телевидении Чуваши. А также в группе ВКонтакте Медиа-центр Куча Мала. Вы можете непосредственно участвовать в нашем эфире. Писать ваше мнение, отвечать на вопрос, во сколько вы заработаете. Писать, что вы хотите. Да, что вы хотите. О нашей теме. Да, о нашей теме. А наша тема? Как заработать подростку. Да, очень важная тема в жизни подростка. Она, мне кажется, всегда будет актуальна и интересна, потому что любой подросток как-никак хочет заработать деньги, которые он сам своим трудом, а не родители дали. Вот именно. Да, так что в нашем чате вы можете отвечать на вопрос. Писать, как вы заработали свои деньги. Как вы заработали свои первые деньги, сколько, каким путем, как вы, может быть, сейчас зарабатываете деньги. Что сказали родители вам на это. В общем, пишите просто все по этой теме. Это же отдыхай, пишите все. Все, за что хотите. Саша, ты когда-нибудь пытался сам заработать деньги? Естественно. Ну, я ожидала такого ответа. Дело в том, что мы с другом однажды подали объявление, что снимаем короткометражные фильмы. Саша, у нас крутой оператор есть? Ну, нести мне. В общем, нам позвонила одна женщина, сказала, что нам нужно снять один короткометражный фильм для ее дочери, в общем. Да, хорошо. На конкурс «Мисс Чуваша». Вау. Да, 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 вот так. Мы тоже так подумали. Но когда мы туда пришли, мы очень сильно удивились. Девочка даже не знала, в чем она будет сниматься. А где она будет сниматься? Места? То есть четыре голые стены и все? Нам просто сказали, вот, возьмите и снимите, что хотите. Как? В общем, мы с другом все придумали, все сняли, все расписали. Сами смонтировали. Все налоги. Угу, естественно. И в конце довольные попросили 200 рублей. Что? О, какие 200 рублей? Саша, вы сделали все по твоим словам. Да, мы сделали все, но тогда мы не знали цену своего труда. Да, цену. Ну так. Мы слишком дешево оценили. Да, 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 да. Но сейчас я зарабатываю тем, что чищу и чиню компьютеры и ноутбуки. Обращайтесь ко мне, это мой директ. Качественно, чисто, недорого. Минутка самопиара. Отложим этот момент. Так что, ну, да, на самом деле, нормально человек делает. Саш, ты вообще знаешь людей, которые рано заработали деньги? И причем, ну, немалые деньги. Потому что я, как бы, готова к эфиру, я подготавливалась. И я нашла информацию про, чтобы не ошибиться, прочитаю. Ну, давай, расскажи. Фрейзер Дуэрти, да, Фрейзер Дуэрти, он решил начать такой стартап, скажем так. Он продавал, он делал варенье по бабушкиному рецепту и продавал его. Он продавал друзьям, знакомым, друзьям друзей, знакомым знакомых. И в итоге потом весь Эдинбург покупал его варенье. Но даже не удивляйся. Едем дальше. Он создал свою марку варенье. Называется она Суперджем. Ну, я думаю, понятно почему. Супер-суперджем – это варенье. Далее. Сейчас у себя глаза полезут на лоб. В 2009 году он заработал свой первый миллион долларов. На джеме? На джеме варенье. Да я каждый день буду к бабуле ездить и зарабатывать такие деньги. Замечательный стартап. Я тебе желаю удачи в твоем новом бизнесе, Саша. Сегодня к эфиру готовилась не только ты. Понятный тело. Я тоже узнал про одного мальчика. Давай. Его зовут Кэмерон Джонсон. Кэмерон Джонсон. Прекрасно. Он зарабатывал на том, что сделал открытки для одной из вечеринок. После этого весь район обращался к нему, чтобы сделать для себя открытки. Вот так. Потом… Район – это немного. Ну, район – это немного, да. Потом он создал компанию «Черс Ант Тирс», где заработал первые тысячу долларов. Тысячу долларов? Ну, да, конечно. Пожалуйста, на варенье. Тысячу долларов – это мало. Но потом он создал сайт «Сёрфингписес.ком», где зарабатывал 300 тысяч долларов в месяц. В месяц. В месяц. Тысяч. Тысяч. Долларов. Не послышалась. Господи. Ну, это ещё не всё. Надо учиться делать вот эти диайвай открытки. Да, ну да. Это ещё не всё. Как не всё? Вот так не всё. Он продал свой бизнес. Всё. Но оставил базу клиентов, чтобы в будущем начать новый бизнес. Вот так вот. Ты парень, молодец, ребята. Это хорошая черта дальновидности. Пацаны, вообще, ребята. Да. Да. Супер. Сегодня. Ну, у нас же эфир посвящён деньгам. И мы будем сегодня разыгрывать. Да. Очень круто приз. Я от себя купила вот эту замечательную копилочку. Вот эту свинюшку. Такая горёсенькая, красненькая. Это копилка. Как вы видите. Ну, а Саша не спал ночами и зарабатывал для вас вакакоины. Он говорит, что это очень круто. Выдачи вакакоины. Сейчас это очень популярно в социальной сети ВКонтакте. Это запустилось всё 1 апреля. И говорят, что в будущем на эти вакакоины можно будет что-нибудь купить. Всё, ты закончил? Да, я закончил. Мне моя копилка нравится больше. Вещь такая прекрасная. Что вам нужно сделать, чтобы выиграть? Зайти в нашу группу ВКонтакте. Медиа-центр Куча Мала. Сделать репост записи с нашим эфиром. Там нарисована я и Александр. И поставить лайк на эту запись. Всё. И, возможно, именно сегодня вам у меня с удачей выиграете замечательную копилку Хрюшечку. И Саша сегодня добрый и будет разыгрывать 2 миллиона ВК-коинов. Ну, это звучит как бы много. 2 миллиона. Не знаю, что это. Ну, я не очень. Ты понимаешь, там надо кликать. Это очень долго. Это очень-очень интересно. Кликать, тыкать. Молодец, Саша. Ты просто уважение. Дай я тебе руку, пожалуйста. Давай. Спасибо. В общем-то, Саша, я готова к эфиру и у себя в уме как-то продумала такой мини-топ пяти профессий, которые, ну, о которых часто задумываются подростки, когда хотят зарабатывать. Ну, да, да, да. И, конечно же, ты взяла в эфир промоутера, да? Я угадал? Промоутер. Какое модное современное слово. По-нашему, по-русски, по-простому. Промоутер – это человек, который раздает листовки. Именно раздает, не расклеивает. Это важно. Запомните. Да, это важно. Также я, собственно, включила в наш список человека, который раздает, точнее, расклеивает листовки. Промоутер – это человек, который раздает. Также сиделка с детьми. У меня подружка целые полгода сидела с маленькой девочкой. Перед школой до восьми часов, потом уходила в школу, и дальше после школы опять приходила к этой маленькой девочке. Целые полгода. Полгода? Да, полгода. Я и два часа не могу с сестрой посидеть. Как так? Вот так. Еще в наш список я включила продажу своих вещей, старых, ненужных. На этом тоже можно немножко подзаработать. А ты что предлагаешь? Ну, я предлагаю то, что, скорее всего, у тебя нет в своем списке. Это работа программиста. Да, это сейчас очень выстребовано. Это сейчас очень популярно. Многие ребята обучаются языкам программирования и создают свои программы, приложения и сайты для продвижения каких-нибудь компаний. Насколько я знаю, по закону Конституции Российской Федерации зарабатывать можно с 14 лет. Но! Но согласен родителей. По согласию родителей, и чтобы работа не мешала твоей учебе. Это очень важно, ребят. Если ваша работа вдруг мешает учебе, то... Уже не будете раздавать листовки, а это плохо вроде. А образование, это правда, это очень важно. Вот. Поэтому ни в коем случае не делайте так, чтобы ваша работа мешала учебе. Ну, собственно, про работу. Да, вот мне кажется, подростку сложно найти работу. Ты что думаешь? Подростку сложно найти работу? Да, говоришь? Я думаю, да. Давайте вот посмотрим. После нашей следующей рубрики... Ну, это обычный миф. Да, мы развеем этот миф или, может быть, подтвердим то, что подростку сложно найти работу. Давайте посмотрим и вот как раз рассудим наш с Сашей спор. Да. Всем привет. Как известно, каждому человеку нужна работа, которая будет приносить доход. Сегодня мы решили выяснить, сложно ли подростку найти работу. Я буду звонить в разные фирмы и спрашивать, возьмут ли меня расклеивать объявления. Номера телефонов я нашла на Авито. Ну что, начинаем обзвон? Алло, здравствуйте. Насчет объявлений. Со скольки лет берете? К сожалению, вы позвонили в нерабочее время. Кто-то звонили, а? Да, я звонила насчет объявлений в интернете. Так, слушаю. Ну, что входит в мои обязанности, что надо делать? Забуду расклещику, сколько вам лет? 14. Нет, не беру. А со скольки берете? Со скольки? Да, доставлю. Алло? Алло, здравствуйте. Я звоню насчет объявлений в интернете. Рассклещик объявлений. Здравствуйте, слушаю. А, ну, что делать? Как, где, как работать? По зарплате. Ну, это берется. А, при чем, почему лезься? Это все проговаривается при моменте трудоустройства. И, пожалуйста, сейчас это устроено включать и работать. А со скольки лет? С 14 лет. А зарплата какая? Зарплата 300 рублей. Сотки. Добрый день. Алло, здравствуйте. Я нашла ваше объявление в интернете насчет промоутеров. Вакансия еще открыта? Вакансия открыта? Как вам зовут? Сколько вам лет? Меня зовут Лида. Мне 14. 14 берете? Атпорт имеется? Да, имею. Имею. Сегодня вам будет это зарплата? А, куда? Угу. Хорошо. А насчет зарплаты сколько? Ну, переление все было газом. А, хорошо. Значит, не заметила. На самом деле, это был эксперимент. Нам надо было проверить, трудно ли найти подростку работу. Спасибо за участие. До свидания. Ну вот, мы обзвонили всех работодателей, и пришло время подвести итог. Нас взяли на две работы из пяти. Оказалось, подростку очень трудно найти работу. Но главное – это ваша общительность, доброжелательность и открытость к людям. И тогда все получится. Всем привет! Это все еще программа «Адекай». Меня все еще зовут Саша, а ее все же зовут Соня. Да, меня тоже зовут Ксюша, как всегда. Но сегодня у нас что-то изменилось. Ничего не изменилось. Извинилось только одно. Что? К нам пришла замечательная гостья. Полиночка Алексеева. Приветик. Это ученица 10 класса гимназии номер 5. И успешная бизнес-вумен, я бы сказала, бизнес-керл. Спасибо. Которая… Парень, вообще, давай ты сама расскажешь о своем бизнесе. Не зря же ты тут сидишь. А то вдруг мы ошибемся. Давай, расскажи. Мы с моей подругой занимаемся готовыми подарками. Мы… Люди к нам пишут нам. У нас заказывают, соответственно, подарки для их близких, для их друзей. А мы, соответственно, по их желаниям, предпочтениям собираем заказы, собираем эти наборы, которые они в дальнейшем дарят своим друзьям. Классно вообще. А есть какие-нибудь фотографии? Да, конечно. Примерно, что вы делаете? Интересно очень. Да, чтобы показать? Никогда не видел такого. Супер. А в камеру? Смотрите. Так миленько. Классно. А что примерно обычно входит в наборы? На самом деле все зависит от людей вообще, что они хотят и кому дарят. Но в основном люди, если это подарок девочке, то, конечно, кладут косметику, что-то такие миленькие носочки, какие-нибудь кружечки. Да, я не виделась там сладкость. А сколько примерно времени нужно, чтобы собрать такой подарок? Ну, на самом деле, из-за того, что у нас очень плотный график, очень много людей заказывают. Лучше заказывать за 2-3 дня, чтобы мы успели примерно рассчитать, где нам нужно что купить, где что заказать. Чтобы подарок был в самом лучшем виде, конечно, нужно за 2-3 дня желательно. Ну, понятно. Если будет какой-нибудь праздник или день рождения, мы обязательно к вам обойтимся. Давайте, вот Полина у нас, видимо, стесняется немножечко. Да, перейдем, так сказать. Нет, стой, стой. Я хочу просто немножечко рассказать. Это инстаграм в магазине. В магазине в инстаграме называется хагми.вокс. Ну, здесь, скорее всего, будет надпись. Когда-нибудь. Когда-нибудь. В записи. Да. Обязательно. Да. А, Полин, ты... Вообще, перейдем непосредственно к интервью, да. Да, к теме. Полин, как мы уже сказали, ты ученица, кинотеатр номер 5, 10 класс. Не мешает ли твоя работа учебе? Ты все успеваешь? На самом деле, вообще не мешает. Это хорошо. Очень многие удивляются, когда говоришь, что это вообще две разные части твоей жизни. И на самом деле, наверное, секрет в том, что мне нравится то, чем я занимаюсь. И я трачу свое время тогда, когда я действительно это хочу. Конечно. И поэтому... Счастливые эмоции людям в качестве подарка, это очень круто, да. Вот, очень интересует вопрос. Как пришла идея заняться таким делом? И вообще зарабатывать деньги в таком возрасте? Ой, ну, мы с моей подругой всегда любили ходить по магазинам, собирать что-то, выбирать подарки своим друзьям. Совместить его приятное с полезным. Да. И как-то нам подруга, другая наша общая предложила, а почему бы вам как бы не совместить как раз приятное с полезным и начать зарабатывать деньги. Ну, мы как-то подумали, а почему бы и нет. И решили создать наш магазин, в котором мы дарим радость не только себе, но и другим людям. Ваша подруга дала вам толчок. Ой, спасибо ей большое, на самом деле. Можешь передать привет? Саше, привет. Саше, мы тоже передаем тебе привет. Саше, привет вам от тезки. Нескромный вопрос. Если это не секрет, сколько ты зарабатываешь? Можешь прибрать, можешь сказать честно. Ну, ладно, я уже честно скажу. На самом деле, все зависит от именно периодов, когда мы продаем наши подарки. Я поняла, это что-то типа, допустим... 25 февраля. Да, это самые плодотворные такие месяца. Но на самом деле, вот именно в такие дни у нас собираются, наверное, за месяц порядка 1020 зарплата. А что касается обычных периодов, ну, наверное, где-то 10-15 тысяч рублей. Мне кажется, для работы подростка, который еще и учится, и вот так смешать, это очень неплохо. Я прям хочу вот похлебать. Спасибо большое. Чтобы было как-то приятно, назовем сегодняшний день тоже праздничным. День шок. День отдыхай по. Да, день отдыхай по неделю. Да, понедельник отдыхай по. Да, сразу понедельник, сразу отдыхай по. Хорошо. Как относятся к твоей работе твои родители? К твоей полной. Мои родители, на самом деле, с самого начала, они очень сильно меня поддерживали. Они не понимали, зачем мне это нужно, потому что они... Чем это главное, это трещение. Да, да, именно так. Они выдавали мне деньги, карманы, тебе что не хватает, зачем тебе еще. Ну, я почему-то с ними села, разговаривала, побеседовала, сказала, что вот, я решила серьезно, мне это нужно, я хочу попробовать. А сейчас, когда я первый раз там принесла деньги настоящие домой, да, у меня мама была в шоке, она на самом деле как-то поменяла свою точку зрения, и она с радостью теперь поддерживает наш бизнес. Это очень классно, когда родители поддерживают детей его и начинают их. Да, это прям самое важное. Поддерживаю? Да, я тоже поддерживаю, хоть я и не родитель. А слушаете какие-нибудь смешные, интересные, курьезные, с помощью ситуации в работе? Подарок не тому дали? Да. Не туда доставили подарок. Такого, наверное, к счастью у нас еще не было. Конечно, к счастью. Но когда мы только начинали работать, это был наш второй заказ, мы договорились встретиться с молодым человеком около торгового центра, и так получилось, что мы стояли друг напротив друга в течение 15 минут и не могли узнать друг друга. Мы звонили, писали, друг с другом переписывались, и почему-то у нас так получилось, что ни он нас не видел, ни мы его не видели. А это была осень? Нет, это была осень. Я думала, вот зима, потому что пуховики, снег. Нет, я даже не знаю, почему так получилось. Потом, конечно, было очень неловко и нам, и ему. Но зато теперь мы сразу спрашиваем, как вас найти в какой-нибудь опознавательный предмет. Еще один интересный вопрос возник. А как долго ты занимаешься этим? Идея вообще появилась очень давно, наверное, еще где-то летом. Но прям создали мы магазин свой собственный в октябре-ноябре, вот в этом периоде. Как раз были каникулы. В 18-го года. Да, в 18-го года. Мы были каникулы, мы сидели с подругой, такие, ну, давай, поехали. Как происходит все успешные бизнес-компании? Ай, давай, сделаем. Попробуем. Все совершенно случайно. Ну, конечно. Я предлагаю поиграть в такую... Интересную игру. Предпринимательскую, я бы сказала, бизнесменскую, бизнесвуменскую игру. Да. Тебе нужно продать нам с Ксюшей вот эту вот замечательную ручку. Так, не подсказывай, ты уже начинаешь... Ну да. Да. Опиши все ее прелести, да, все, что только... Не подсказывай, давай мы посмотрим. Хорошо. Сегодня не только мы говорить будем. Что бы мы захотели ее купить? Мне нравится эта ручка. Она же такая красивая. Такая необычная. Она выглядит прям как карамелька. Ты не хочешь кушать, когда смотришь на нее? Вот. Мне очень нравится сочетание цветов. Их хочу просто кушать. Вот именно, ручку не хочу, хочу кушать. Очень красивое сочетание цветов, Ксюша. Очень сильно подходит по твоей глаза. Я думаю, что тебе обязательно... Вот я горжусь моими глазами. Как ты делаешь на самом деле? Я думаю, что он точно нужно ее купить, потому что она универсальная. Ей не только можно писать. Пока не верю. Не верю. Не верю. Станиславский. Я вот на комплименте про глаза уже расплылась. Что еще можно ей делать? Ну, вообще, можно использовать ее в разных свечах. Да. На самом деле, это идеальный помощник, чтобы сделать прическу. Например, пучок, заколешь. На самом деле, очень красиво выглядит. Все, я хочу, я люблю делать пучки. А сколько стоит? Знаете, когда волосы не помыли. Все, Саша, я ее покупаю. Я за благодарность сегодня дам бесплатно. Ой, спасибо. Ну, ты так нам прекрасно эту ручку прорекламировала. Теперь мы тоже выйдем на небольшую рекламу. Обязательно после этого к вам вернемся. Вы смотрите программу «Отдыхайп». Меня все еще зовут Ксюша. Меня все еще зовут Саша. И сейчас мы будем закитывать ваши комментарии, сообщения и, в принципе, все, что вы нам писали. Да, все, что вы писали. Саша, давай, начинай. Начинаю. Так, привет из Амстердама. Привет из Чебоксар. Евгений Катюргин, это наш знакомый. Привет из Чебоксар. Да, привет из Чебоксар в Амстердам. Программа «Отдыхайп». Да, а также директор студии «Перфекта». Сейчас он находится в Амстердаме. И директор студии «Перфекта». «Перфекта» благодаря «Перфекта» мы вот в камерах сейчас. «Перфекта» нас снимает. «Перфекта» делает нас красивыми. И вообще «Перфекта» это видеопродакшн, который снимет все, что вы захотите. Все ивенты, праздники, мероприятия и все, что вы захотите. Просто хорошие ребята. Да, просто хорошие ребята. Замечательные. А где мы сейчас находимся, Александр? Расскажите. А мы находимся в творческом пространстве. Птица. Здесь мы. Здесь можете справить свои дни рождения. Фотосессии. Да, устроить фотосессии. Здесь огромное количество красивых фото-зон. Да. Свадьбы нет, Саша. День рождения, праздники. Фотосессии. Почему бы нет? Свадебные фотосессии, да. Свадебные фотосессии. Здесь очень красиво, хорошо. Конечно. Давайте дальше все зайдем. Переходим к нашему чапу. Свои первые деньги. София Яковлева пишет, что заработала, делая массаж спины своему папе. Очень забавно. Классно. Молодец, мне папа сказал, что даст деньги за массаж, но в итоге не дал. Я, кстати, первые свои деньги, наверное, рублей 10 заработала, когда была маленькая, и решила, что замыть ее посудой в нашем доме я должна получать. А что так, можно было? Да, я получила свои 10 рублей. Ладно, Саша, так нельзя. Это на самом деле плохо. Просить за обычные дела, которые ты, грубо говоря, обязан делать, деньги у родителей. Так, смотрим дальше. Мишаня Порфирьев пишет, Саша, хочу воспользоваться твоими услугами. Саша. Именно какими услугами вы хотите воспользоваться? Съемкой видеороликов или чисткой ноутбуков? Думаю, компьютеры. Ты так их распиарил, что 100%. Ксения Михайлова и я. Ну, вот, Александр, пожалуйста, пишите. Саша, не меня не закрывай, пожалуйста. Так, я свои первые деньги заработал, когда продавал... Картошку на трассе, заработав всего 10 рублей. Правда, что ли? Это очень хороший опыт, по-моему. В любом случае, 200 рублей – это деньги. Да, можно в кино сходить. Можно, кстати, землянику в лесу собирать. Если уж на то пошло, как бы я предлагаю просто. Возьмите себе на заметку, варенье же нормально? Миллион долларов. Да. Пишет Ксения Михайлова. Саша, такой балкливый сегодня, не узнать. Да я сам сегодня себя не узнаю. Я эту роль, вот эту балкливую девушку обычно, я мыла посуду в летнем лагере после 10 класса. Зарплату не помню, но было очень весело. Пишет нам Мария Шохлева. Хорошая компания. Руководитель нашей студии. Да, Мария Шохлева. С чего все начинали? Вот так вот. Теперь мы знаем секреты. А я выращивала кабачки и продавала их. Я тут заметила, что многие делают бизнес на еде. Вот картошка, кабачки. Ребята, все хотят кушать. Всегда. Это человеческая потребность. Мишаня Порфири спрашивает. Как вы в будущем хотите зарабатывать деньги? Можно я печь, я знаю. Я тоже. Я первая. Давай сферфакт. Нет, увы, иди. Я буду работать журналистом. Потому что сейчас мне это дело очень нравится, как видите. А как мы уже сказали, дело, которое нравится, на нем можно заработать деньги. То есть, нет, наоборот. Заработать деньги нужно на том, что нравится. А мне очень нравится журналистика, поэтому... Как вы будете зарабатывать? Я отвечу, легко. Вот и все. А я, может быть, сложно, но главное у меня будет желание. Спрашивает Роман Филиппов. Александр, а вы зарабатываете? Ну, сейчас, к сожалению, у меня очень мало людей, которые хотят... Уже двое нам написали. Кстати, да, уже двое. Да, так хорошо. Сейчас карьерный рост резко пошел в гору. Ксюша, а ты хочешь открыть свой бизнес? У меня не очень такой вот бизнес. Я, в общем, в этом не очень всем разбираюсь. Я не хочу открывать свой бизнес, я думаю, но я хочу работать на большую компанию. У меня всегда... Ну, как... Вот у меня цель – работать на большую компанию. Чтобы... Не бойся, я тебя устрою в свою компанию. Большую компанию. Большую компанию. Так, Саша, как ты думаешь, сколько денег нормальная зарплата? Для подростка. Для подростка? Мне кажется, вообще любые деньги для подростка нормальная зарплата. В принципе, да. И вообще, сколько он на работу, столько и получит. Как он вкладывал в свою душу. Да, да. И так далее. Все правильно. Ты большой молодец, Саша. Да. Первые деньги я заработала, помогая маме и папе в огороде. Заработала почти 300 рублей. Вот смотри. Пишет нам Таисия Парамонова. Да, пишет нам Таисия Парамонова. Ты молодец. В любом случае, это деньги. Ну, и ты помогла родителям. Это прекрасно, я считаю. Пишет София Яковлева. Хотели ли вы когда-нибудь иметь свой бизнес? Я уже сказала, что нет. Ну, я, скорее всего, да. Почему бы и нет? Ну, да. Только пока не решил, какой он был. Уже начал свой бизнес. Ну, да. Пока нет. В общем, Саша, что бы ты сделал, если бы увидел кошелек, появляющийся в торговом центре или где-то просто? Я бы... Честно. Честно или в рифму сказать? Честно. Честно. Я бы, скорее всего, поднял. Вот честно я тебе говорю, я бы поднял. Поднял, ладно, поднял. А ты взял бы или отдал? Стой. Нет, я бы поднял. Стой, стой. Ты бы поднял, взял или отдал? Ну, все, ладно, не отвечай. Мы сейчас узнаем, что сделали бы Чебоксарцы, если бы увидели кошелек, который валяется в торговом центре. А потом я, может быть, и отвечу, что я сделал. Да, да, потом, потом. Смотришь наш социальный эксперимент. Поехали. Что вы сделаете, если увидите кошелек, валяющийся посередине улицы? Поднимите, может быть, посмотрите, сколько там купюр и все? Отдадите? Большинство скажет, конечно, отдам. Это ведь не мое. Но как поступят люди, если и вправду окажутся в такой ситуации? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Жители города Чебоксары прошли проверку на совесть. Результат нашего эксперимента вы видели только что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Живут такие честные люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как заработать подростку и сложно ли заработать подросток? Ну, по-моему, любой подросток может заработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное... Ты журналист, надо правильно держать. Главное, чтобы был талант, желание и общительность. И у тебя все получится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно. Так говорила одна девочка в нашей сегодняшней рубрике. Главное ваша дружелюбность, общительность и доброжелательность. И открытость к людям. И все получится. Вот именно. Мы тоже вам этого советуем. А сейчас, хоть мы и грустим, что эфир заканчивается, но мы хотим подарить кому-то радость. Да, чтобы развеселить, слегка развеселить этот грустный момент, мы сегодня, мы разыграем, разыграем вот эту... Копилочку. Свинюшку. Да. Свинюшку. И еще 2 миллиона ВК коинс. Да, да, это коинс твои. Давай, разыгрывай. Ну давай, кто нажмет? Юзефа. 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 Саша, Юзефа. Хорошо, я... Раз. Так, так, так. Только бы я, только бы я, только бы я. Узнать победителя, узнать, узнать. Барабанная дробь. Поздравляем с Яковлева. Поздравляем. Почему я так рада? Не я же выиграла Софья Яковлева. Ну, Софья Яковлева, мы тебя поздравляем. Мы с тобой свяжемся, обязательно дадим тебе копилочку и переведем тебе 2 миллиона этих твоих ВК коинсов. Да, обязательно. А сейчас мы зовем в студию нашим замечательным гостем. Полиночка Алексеева, подходи к нам, Полин. Рупор. Подержи, пожалуйста, Саша. Конечно. Рупор – это символ нашей программы. И сейчас мы предлагаем тебе сказать что-то, что ты пожелаешь. Что связано с нашей темой и что ты пожелаешь нашим зрителям. Которые, возможно, хотят открыть бизнес или просто заработать деньги. Так. Так. Работает. Говори. Так, что вы сказали? Еще бы, не работало. Не бойтесь пробовать. Не бойтесь пробовать. Верьте в себя. И у вас все-все-все получится. У-у-у! Так классно! Золотые слова! Да. Мы вам этого же желаем, ребята. Всем спасибо, что были сегодня с нами. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok